Книга пророка Даниила, глава пятая Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навоходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колено его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царствие». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царице и сказала, «Царь, во веки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багреницу, и золотая цепь будет на шее твоей. И третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть будут, пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». А написанное я прочитаю царю и значение объясню. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое дал он ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел он убивал, и кого хотел оставлял в живых, кого хотел возвышал, и кого хотел унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот, что начертано. Мене, мене, текал упорсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текал, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и данным медианам и персам. Тогда, по повелению Валтасара, одели Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.